Я всегда считала это манипуляция и не разрешала себе это делать А это реально охренительный факт Трафик нормальный, а с конверсией проблема Ну классно же будет Ты же крутая Так и есть Нету этого! Нету! Я чайник, половину ваших слов я не понимаю, но у вас более-менее разобрался и понятно Вот точно так же, слово в слово, должно быть написано у тебя на сайте Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами продолжаем разборы крутых предпринимателей Рядом со мной Олеся Олеся, скажи, чем ты вообще занимаешься? Брендинговое агентство Олеся занимается схожей сферой деятельности, что и я Она занимается упаковкой бизнеса, разработкой бренда и так далее Но, как это всегда бывает, самому себя очень сложно разобрать Это нормальная история, потому что для тебя все то, что ты делаешь, кажется просто элементарно, очевидно Но мы вот это вот и делаем Для того, чтобы как-то разобраться со всем этим, мы сейчас... Что мы разберем? Сайт Сайт И как туда идут люди? На какую часть сайта они идут? А вот такой вот сайт Это страница о нас, так как у нас сайт проходит в целом достаточно глубоко просматривают Отработаны все страницы, по брендингу, соответственно, идет... Подожди, а попадают они на какую страницу? На брендинг они попадают, если идут с рекламной кампании по брендингу и, соответственно, по пиару они попадают на пиар Ага, то есть посадочная страница, куда они приходят на брендинг и пиар Разрабатываем бренд, систему управления, коммуникациям, получите до 40% брендированной наценки О, прикольно! Стоимость вашего продукта всего за один год Разрабатываем стратегию и забираем полностью ее на реализацию до результата Реклама и пиар, отчетность, красивый сайт Вы работаете для небольших компаний, да? Мы взяли за основу малый и средний бизнес, потому что у них классные бизнес-идеи И там собственник вовлечен С ними легче? Нет, не то чтобы легче, с ними порой сложнее, но там есть интерес развивать их продукт То есть нам интересно их поводить, потому что у них, как правило, классно все с продуктом, но у них большая беда с упаковкой Понятно Нас уже много лет передают по рекомендации из рук в руки Как правило, сайт участвует в презентации, когда мы показываем кейсы и показываем вообще подход Нам говорят, что мы очень понятно и структурировано говорим о достаточно сложной теме брендинга Сайт это больше как сайт визиткой представления нас Тогда зачем его улучшать? Мы делали, тестировали рекламные кампании и видим количество запросов, которые есть Мы понимаем, какие слабые точки у нас были, мы их доработали, перезапустили сейчас рекламную кампанию Знаю, что ты работаешь на этом уровне и еще упростил всю эту систему для примерно той же аудитории Поэтому мне интересно твое мнение, что здесь можно докрутить То, что я вижу сейчас по сайту, есть два варианта, и это то, что нужно выяснить Есть вариант, когда у тебя люди действительно приходят к тебе по сайту Они приходят Совсем холодная аудитория, которая смотрит, ну, какой-то, не знаю, ассистент или джуниор бренд-менеджер Он смотрит миллионы агентств, чтобы найти кого-нибудь еще Немножко другой путь клиента у малого и среднего бизнеса Давай, расскажи, как человек попадет на сайт Типичный заход в агентство, звонит человек, говорит, здравствуйте, я был у вас на сайте, он мне понравился Расскажите мне, как будет идти работа над моим проектом Я чайник, половину ваших слов я не понимаю, но у вас более-менее разобрался и понятно Давайте дальше поговорим Дальше мы начинаем И он спрашивает процесс, да? Он спрашивает процесс, и он спрашивает результат, но, как правило, у него вообще этап изучения полгода С момента, как он увидел, как у какого-нибудь соседнего конкурента или пример, который взлетел на рынок И он говорит, все, понятно, я по-детски больше не хочу, на коленке я уже делал, лендинги я сами делать умею Хочу нормально упаковаться и подойти Вот сейчас выбрал 8 агентств, выбираю То есть смотри, у нас, получается, портрет, это собственник, который уже не хочет делать сами ленды, да? Да То есть, который уже немножко перерос из вот этой истории, но он все равно вовлечен в процесс Да То есть у него еще нет маркетингового отдела, кто... Нет У него, как правило, есть либо один маркетолог, либо он только-только его подбирает Собственник до сих пор вовлечен, он умеет делать ленды Маркетолог, видимо, настраивает ему больше части трафик, чем его брендовую упаковку И у собственника какая проблема? Чего это он будет обращаться к тебе? Ну, зачем ему вообще брендинговое агентство? Почему он не может продолжить работать и бахнуть больше трафика? Потому что конверсии не хватает То есть трафик нормальный, а с конверсией проблема Проблема с позиционированием на самом деле, со стратегическим позиционированием бизнеса Проблема Да, я понял Это ключевая проблема Дальше понимают, что дешевый визуал фрилансеры сделать не могут Как поставить задачу хорошему дизайнеру, они не понимают Где их найти, сколько это стоит, тоже не понимают И они не готовы руководить этим процессом То есть они доросли до понимания, что нужно отдать профессионалу Который их понимает Вот на этом этапе мы пересекаемся То есть, в общем, они поняли следующее, что дальше работать с фрилансерами даже через своего маркетолога вообще не вариант Вот, и надо что-то делать на другой уровень, потому что иначе они не могут перейти на свой другой уровень Да Совершенно верно Ага Как они попадают на сайт? Через что? Главная компания Директ? Да Это директ, это пиар У нас очень много прямых заходов Пиар Отлично Есть ли вы где-нибудь в рейтингах? Топ брендинговых агентств и так далее Нет, мы не входили, это проплаченные истории Нет, вопрос, какие они, другой вопрос, да? Есть или нет? Нет Нету Окей, то есть это те люди, которые ищут через сайт Хорошо, и на сайте какая конверсия сейчас? Третий день перезапустили Реклама, поэтому пока Ну, обычно, плюс-минус Обычно, по-моему, у нас 2,5% была конверсия Но ожидали поднять раза в два Так, а хорошо Человек, который зашел тебе на сайт, он спрашивает, какой процесс работы над моим проектом, так? Есть ли опыт в моей сфере, он спрашивает Ага, что еще спрашивает? Сможете ли вы взять меня как комплекс? Мне бы хотелось найти агентство, с которым я буду работать долго и счастливо А по какому запросу они попадают на твой сайт в директ? На данном этапе это брендбук, да, и разработка брендбук То есть они уже приходят, зная, что им нужен брендбук? Они думают, что они знают, что они хотят, потому что под этим они подразумевают все что угодно Я бы не сказал, что у тебя на сайте все сильно плохо Если все так, как ты говоришь, даже 2,5% это неплохо Но, во-первых, здесь очень хорошо, что есть факт в цифрах До 40% новой наценки Дальше у тебя есть призыв к действию получить пошаговый план разработки бренда за счет возврата инвестиций Тоже неплохая история Я бы, конечно, эту штуку, форму сразу закинул вот сюда, на первый экран Чтобы у тебя первый экран сразу был продающий для горячих В большом экране это так смотрится просто Потому что дизайнер делал это, зараза, на своем большущем экране И ему плевать, какие экраны у всех остальных Поэтому у него все смотрится А значит, должна быть верстка такая И этот заголовок должен быть уменьшен до такого размера Чтобы у тебя форма в любом случае Но адаптировать под меньше экрана Конечно, дальше следующий блок Я бы все-таки делал не технологии дизайн бизнес А сделал бы, где тут у тебя самая классная история Это ваши проекты То есть, сказал бы и сделал бы это на примере кейсов Здесь, конечно, очень красивые фотографии Но налепить фотографию на грузовик может кто угодно Ну, картинку, логотип на грузовик А вот если бы вы сразу сделали факты То есть, вот в начале ты говоришь, что Получить 40% брендовой наценки А теперь здесь говоришь, тонар У них стоимость бренда увеличилась в 2,6 раза Природа вкуса Они смогли выйти на федеральные сети Благодаря тому, что у них сделали И это будет видно И тогда будет понятно, зачем вся эта штука нужна Потому что плюс еще ты можешь про эти боли говорить Я знаю, что этого у тебя нет информации И практически мы не можем отследить Надо придумать, как это взять Агентство выбирает всегда по работам У тебя неизвестны никому бренды Ну, то есть, это реально вообще Сейчас встанет сюда Росатом, Краснобор Это хорошо Но все равно пока у тебя No name, считай Волга, спорт Нужные люди Если ты говоришь Мнение, факт Мнение, факт У тебя очень хорошо получается разговор И ты можешь их убедить в том, что с тобой нужно работать Практически никто из агентств не говорит про факты И про цифры бизнеса Если ты все это построишь У всех написано, что мы делаем Аудит Мы делаем рекламу и пиар Аналитика стратегии Отчетность Это, конечно, здорово Но никто не говорит, как это повлияет на деньги А ты работаешь с собственником Которому важны Вот те ребята, которые предприниматели Ты работаешь и ты должна повлиять на деньги Еще один важный момент, что я бы здесь делал Я бы заголовок и здесь И здесь, и здесь, и здесь Написал конкретные факты Насколько эта штука поможет То есть, например Перефразировать эту фразу и выделить ее прям крупно Сказать, что привяжем оплату наших услуг Ключевым показателем эффективности Получаем деньги за KPI Вот это в первую очередь А дальше расшифровываем Мы работаем на результат После того, как мы настроим все процессы И согласуем планы Тогда мы можем действительно под это подписаться Ты сначала говоришь заголовок, чтобы человек начал читать абзац Я еще не очень уверен в том, насколько у тебя горячая аудитория Если она горячая, то ты можешь сразу говорить про результаты, которые ты даешь Если они еще теплые и холодные То лучше сначала им рассказать про боли Что у них сейчас То есть, ты им говоришь, что вот у вас сейчас проблема в том, что вы не можете выйти на новый уровень Проблема, что вы застряли, у вас бизнес не растет Знаешь, что еще меня тревожит? Сколько у тебя менеджеров? Два Ага Собственно, никто не понимает, зачем вам платить за менеджер Я бы предложил сделать следующее Они же еще ни разу не заказывали агентство, да? Они первый раз будут агентство заказывать по брендингу У них есть страх на этот счет Зачем мне переплачивать агентство? Оно выставит мне сильно больше И вот тут нужно было бы объяснить, что, ребят, вот вы и фрилансер И тут дофига ваших часов И вот сколько времени вы тратите на то, чтобы согласовать И вот сколько правок вы делаете А вот теперь вы, наш менеджер и наши дизайнеры Вы с нами согласуете столько, а вот с этим он сам согласует кучу всего Ты объясняешь ему наглядно, что менеджер – это штука, которая экономит его деньги То есть, вот, смотрите, нам нужно показать такую штуку И тогда будет понятно, зачем ему платить за это Менеджер – это инвестиция в тебя Дизайнер, который у тебя есть в штате Это, опять же, инвестиция, потому что ты, значит, можешь начать быстрее Ему непонятно, зачем все эти люди По большому счету ему важна чуть более прагматичная история Сколько денег этот человек принесет и почему я должен платить за него Вы же мне теперь смету на всех выставите Ты говоришь, объединяем технологии, дизайн-бизнес и так далее Сделай призыв к действию, а запишитесь к нам на экскурсию в офис Мы покажем, как мы работаем Они узнают, ого, у этих ребят есть офис Им его даже не стыдно показать Никто не будет записываться тебе на экскурсию в офис Можно самим, а с нами бодрее Вот это вот ерунда, на самом деле Это вообще непонятно, наш крей Но правда Лучше бы ты сделал просто сравнительную таблицу Мы против фрилансеров Или мы против дорогие агентства Старперы такие Мы против стартаперов, мы против старперов Таким образом ты можешь объяснить, что да Например, у фрилансера дешевле, но больше времени Да, мы, может быть, чуть подешевле или примерно такие же Но агентства подороже или там старые агентства Ну, кто твои конкуренты, кому они деньги отдадут, если не тебе Если они про тебя не знают Ты можешь объяснить, что не все агентства одинаково хорошие Или мы против ландингиста То есть здесь плюсы и ваши минусы Здесь минусы и плюсы Что тебя приводит? Скажем так, внутренняя порядочность, других не опускать У всех есть доля на рынке и вместо на рынке Нет, я не говорю про то, что их нужно опускать И это было бы совсем неправильно говорить, что эти плохие, эти хорошие Эти, они выполняют свою роль Потому что они помогают решить предпринимателю Какие-то задачи Я увидела тут все Я, ну, как бы, да С фрилансером это, да, экономия времени То, что мы выше описали А с дорогими агентствами фишка в том, что у нас выполняется проектная работа внутри А дорогое агентство берет, и это ни для кого не секрет И нанимает более дешевое агентство Да, и здесь получается Но есть плюс Они могут сделать больше масштаб, да? Ну, с одной стороны, да Нередко у них работают очень хорошие арт-директора, да? Да, нередко вместо арт-директоров у них сидят стажеры Вот, и делают за арт-директоров, да? Тоже, да, понимаешь? То есть и там, и там есть плюсы Просто ты должна объяснить, что, ребят У нас есть ограниченное количество проектов, которые мы берем И отрабатываем именно этой командой, да? И мы не гонимся за количество масштабов, у нас масштаб в другом получается Еще один момент, про который тебе нужно сказать У нас масштаб через обучение Почему мы не факапим сроки? Очень четкая механика отработана Что это значит? Вот здесь мы пытались сказать, что команда работает с 2013-го, а так вот она дополнялась людьми, пока мы росли, да? То есть с 2013-го года у тебя команда не менялась? Да У тебя этого нет? А это реально охренительный факт, потому что ты, значит, этой командой вы уже отладили все процессы Покажи, насколько увеличилась эффективность, когда вы с 2013-го до текущего Сколько проектов было тогда вы делали, сколько проектов вы в год делаете сейчас? Скорее всего, увеличилось Как ты контролируешь сроки? У нас очень четко внутренне Что значит четко? Каждый проект он расписан по часам и по дням И есть внутренние рэперные точки, которые четко контролируются внутри команды Вот точно так же, слово в слово должно быть написано у тебя на сайте И у кого такого нету, все абы как это делают Это значит... И когда ты объясняешь, как ты не факапишь сроки, заказчику становится как-то спокойней Когда ты объясняешь, насколько ты замороченная по процессам Ты же сама говоришь, они все у тебя спрашивают про процесс И когда ты рассказываешь про этот процесс, они охреневают, что у тебя все отлажено Плюс ты еще даже чек-листы говоришь Что, ребят, в такой-то день мы вам высылаем это Чтобы этого не произошло, мы вот так вот заморочились У нас архетипы, у нас калька, у нас то, у нас все Чтобы в этот день выслать, у нас всего три итерации правок на все комментарии Но обычно мы заканчиваем чуть-чуть раньше, потому что мы с первой итерацией уже разбираемся Потому что у нас ребята слажены и так далее Чтобы файлы не терялись, у нас система хранения файлов на сервере и так далее Чтобы это, у нас есть гугл документы, где мы комментируем все один документ Объясни все вот эти вот фишечки, которые у тебя есть И тогда заказчик скажет, охренеть, никто так не делает И скажи еще следующее, что мы вам не в почте будем все высылать, а в ватсапе Так и есть Нету этого Нету А ему, он собственник, ему важно В телеграме или в ватсапе, а ему важно, ты покажи, ребят Вот ватсап, вот здесь вы с нами общаетесь И в гугл документах, которые у вас на телефоне установлены Вам не нужно садиться перед этим долбанным Грух по скайпе, где мы открываем экран и презентуем каждый этап Даже так, понимаешь? Ну классно же будет Ты же крутая Самое обидное, что несмотря на то, что ты реально классные вещи делаешь Самому себя не получается вот так вот объяснить и упаковать Правда ведь? Я говорю, я точно так же, как ты раскладываю других Как есть Смотрите потом видео, как Олеся будет меня разбирать Договорились Какие ключевые выводы ты для себя вынесла из того, что мы с тобой сейчас проговорили? Больше наглядности процесса Однозначно, видео стоит давно, но отодвигается Потому что каждый раз надо тщательно подготовиться, чтобы сделать хорошее видео Я тоже откладывал долго эти разборы, чтобы научиться делать хорошее видео Но, ребят, извините, качество как есть, звук как есть Зато у вас есть контент, полезный для вас Меньше читать, больше видеть Огонь И не стесняться показывать процесс Заголовки должны быть Заголовки и результат Не капитан очевидность, да? Там царь цифра у тебя должна быть в заголовке Раскрыть, как нифакатом сроке Да, и ты должна раскрыть все страхи, которые у человека есть Это опытный человек Он уже с кем-то мучается И ты должна объяснить ему, что ты делаешь для того, чтобы он не мучился об этом же с тобой Я всегда считала, что это манипуляция и не разрешала себе это делать Что именно? Указание страхов Ты не страхи указываешь Ты говоришь, как ты делаешь Смотри, ты вообще работаешь в маркетинге, как тут без манипуляции? Но важно, знаешь, чего различать? Что манипуляция и управление, чем они отличаются? Манипуляция, когда ты действуешь скрытно и во вред для аудитории Я с тобой полностью согласна А управление Это когда ты действуешь так же, может быть, скрытно Но для того, чтобы причинить пользу И желательно непоправимую пользу для этого человека Как ты понимаешь, я сегодня тоже с тобой манипулировал немножко И интонациями, и всем способом, которые только знал Да, я оценила Я тоже актерское мастерство проходила Поэтому я тоже это рассчитываю Да, манипуляция, безусловно Но, тем не менее, помогает ли оно тебе сделать следующий шаг, чтобы причинить тебе пользу? Себе самой пользу, да, конечно То же самое ты делаешь с клиентом Я думаю, что ты работаешь с этими небольшими компаниями Именно потому, что тебе нравятся продукты, которые они делают Потому что там хорошие продукты За все эти годы с 2004-го я ни разу Один раз к нам заходил заказчик, который сказал Буду возить фигню из Китая, упакуйте, чтобы было круто Один раз, все остальное время я вижу крутых предпринимателей Ты больше не берешь этих ребят? Нет, а мы и тогда их не взяли Мы берем только клиентов, которые реально вовлечены в проект Я сам об этом не говорю, что я не работаю ни сигаретными, ни с алкогольными компаниями Я с фармой не работаю, по той же причине Потому что я считаю, что это круто развоз Я сейчас тоже сильно задумываюсь над тем, работать ли мне с фармой И работать ли мне с сахарными компаниями Типа там, ну их много в общем Но, тем не менее, скажи об этом Ты можешь выбирать, и ты берешь своими силами Ты вкладываешься в то, чтобы эти компании росли И они становились круче Ну, собственно, ты и делаешь это Супер В завершении вы видели, слышали все, что у нас тут происходило на разборе Надеюсь, ребята там за тем столом не сильно вам мешали Делайте наш мир лучше Фигачите хорошо И будет вам счастье Все, ставьте лайки, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok